Сегодня сахарным диабетом страдает по разным данным около 400 миллионов человек на планете. Это примерно 6% взрослого населения земного шара и это количество ежегодно увеличивается. Большинство людей с диагностированным у них диабетом второго типа это те, у кого на ранних этапах был выявлен преддиабет. Сейчас мы рассмотрим что же такое преддиабет и какие его первые признаки. Но прежде подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с полезной для вас информацией. Итак, преддиабет. Первый признак того, что человек входит в группу риска развития сахарного диабета второго типа. Это означает, что уровень сахара в крови выше установленной нормы. Его диагностируют, когда уровень сахара колеблется между нормальными и патологическими показателями. Преддиабет – это промежуточное состояние, которое проявляется низкой толерантностью к глюкозе. В этот период диагностировать болезнь еще нельзя, но все предпосылки к ее развитию уже сформированы. Если вовремя не выявить заболевание, у людей с преддиабетом часто развивается диабет второго типа в течение 5 лет. Врачи выделяют такие факторы риска по развитию преддиабета – это генетическая предрасположенность, избыточный вес или ожирение, наличие различных сердечно-сосудистых заболеваний, малоподвижный образ жизни, курение, употребление алкоголя, а также неправильное питание. Очень важно выявить и не пропустить первые симптомы преддиабета на ранней стадии. И первое – это частое мочеиспускание. Когда уровень сахара в крови высокий, почки пытаются отфильтровать лишний сахар из крови. Это может приводить к частому мочеиспусканию, особенно в ночное время. Люди с преддиабетом могут испытывать постоянную жажду. Частая мочеиспускание, необходимая для выведения лишнего сахара из крови, приводит к потере воды в организме. Со временем это может вызвать обезвоживание и привести к большей жажде, чем обычно. Также люди могут испытывать постоянный голод независимо от того, как давно они ели. Пищеварительная система расщепляет пищу на простой сахар, называемый глюкозой, который организм использует в качестве топлива. У людей с диабетом недостаточное количество этой глюкозы перемещается из кровотока в клетки организма и поэтому они часто не получают достаточного количества энергии из пищи. Еще один признак преддиабета – это чувство сильной усталости. Оно возникает в результате недостаточного количества сахара, поступающего из кровотока в клетки тела. Может возникнуть расплывчатое зрение. Избыток сахара в крови может повредить кровеносные сосуды в глазах, что вызывает нечеткость зрения. Это может возникать в одном или обоих глазах, то появляясь, то исчезая. И если вовремя не обратить внимание на этот симптом и не начать лечение, со временем может произойти необратимая потеря зрения. Высокий уровень сахара в крови может повредить нервы и кровеносные сосуды организма, что нарушает кровообращение, из-за чего может происходить медленное заживление ран. И даже для заживления небольших порезов могут понадобиться недели или месяцы. В преддиабетическом состоянии человек может ощущать покалывание, а не менее или боль в руках и ногах. Это состояние известно как невропатия. И если вовремя не начать лечение, со временем оно может уфудшиться и привести к более серьезным осложнениям. Зуд и дрожжевые инфекции – одни из симптомов преддиабета. Избыток сахара в крови и моче обеспечивает пищу для дрожжей, которые могут привести к инфекции. Дрожжевые инфекции, как правило, возникают на теплых влажных участках кожи, таких как рот, половые органы и подмышки. Пораженные участки обычно зудят. Человек испытывает жжение, покраснение и болезненность. При диагнозе преддиабет, пациенту следует срочно корректировать образ жизни. Это позволит не допустить развития болезни. Запомните, преддиабет не переходит в сахарный диабет второго типа автоматически. Это всего лишь сигнал, который позволяет человеку вовремя принять меры, чтобы снизить риск появления заболевания. И рекомендации до предела просты. Это физическая активность, полноценный сон и правильное здоровое питание. На сегодня у меня все и нам пора прощаться. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте свои комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с полезной и интересной информацией. Я желаю вам крепкого здоровья и всех благ.